Просто включается, получается вот такой красивый огонь. К газовому камину хозяйка коттеджа Елена чуть ли не экскурсии водит. Еще бы, по новокузнецким меркам, это роскошь. Волшебный очаг без стекол, без дверей и, главное, без копоти и сажи раздает тепло в комнате 6-метровой высоты. Остальные тысячи квадратов дома греются за счет труб с газом. Семья Елены отказалась от угля. В борьбе с холодом мощности черного топлива в особняке не хватит. Да и с газом жить проще, уверяет женщина. Здесь тоже не нужно ни спичек, ничего. Технология печки по пьезоэлементу. Вот так включаешь, чик-чик-чик. У Павла хоть и не тысяча квадратов, но дом тоже добротный. И в нем тоже правит газ. Вот два котла, датчик предупреждения при утечке и трубы, трубы, трубы. За все про все хозяин коттеджа заплатил, как за неплохую иномарку – 650 тысяч рублей. Но мужчина уверен, оно того стоит. Со временем сумму отобьет. Газом у меня получается в год отопление обходится в два раза дешевле. Дом 400 квадратов, кирпич неутепленный, углем по ценам трехлетней давности – это 130 тысяч в год. По газу 60, то есть это средняя цена. В этом году меньше, скорее всего, будет зима теплая. В морозы где-то сжигал, ну почти по тонну угля, когда было минус 45 на улице. То есть я тут жил, мне не отойти никуда, уехали с детьми в торговый центр, котел проседает, дом остывает, бегом домой выгружать, загружать, запускать, топить. А здесь просто включил, то есть первый год мне как-то даже время настолько выделилось, что скучно было. Помогает раздавать экологичное топливо жильцам вот этот головной газорегуляторный пункт. Он контролирует давление, которое идет в дома людей от крупной магистрали. Жильцы говорят, около 10 лет согласовывали локальную газификацию и, наконец, добились комфорта. От газа, я думаю, такого не будет. А это обратная сторона частного сектора Новокузнецка – улица Норильская. И свое название она оправдывает. Под стать северному городу, эта часть поселка затянута дымкой. Запах горящего угля чувствуется в разы сильнее, чем, например, в Красноярской Николаевке. В доме, вроде от котла далеко, все равно везде это грязь, сажа. Все, у меня жена чуть ли не каждый день там дырает все это. Дают на шахте 7 тонн угля. Мне его хватает на ползимы. Ползимы мне еще надо докупать. А это переулок Зайсанский. Здесь люди тоже греются с помощью угля. Но скоро это прекратится. Частный сектор стал одним из немногих счастливчиков, который попал в первую очередь программы газификации. Жители такому раскладу рады и готовы раз и навсегда забыть про черное топливо. Это не экологично, это однозначно. Но глядя на шнег, на все, ну и неудобно. Много времени занимает это ведра, зола, ведра, зола с углем. Чистить, ну как бы да, дрова все это грязно, и от печки грязно, сажа, копоть. Этот процесс углезамещения отличается от того, что был в первом поселке. Там люди сами платили за газовый пункт, трубы и оборудование. Здесь жильцам за коммуникации отдавать деньги не нужно. Все за счет бюджета. Поэтому и газификация для одного жителя частного сектора обойдется не в полмиллиона, а в 1150. В зависимости, например, от вида котла. А вообще газ здесь ждут уже в следующем году. Я смотрела, как проводят. То есть они, получается, давят под землей трубы. То есть у нас улицы не перекопаны. Началась подводка к индивидуальным собственникам. Ну, в конце лета, наверное, уже они будут сдавать свои работы. Организация, которая проводит газ. Ну и там технодзор и все. Ну, надеемся, что в 2023 году уже будет у нас газ. Сейчас во всем Новокузнецке газом обеспечены 90 домов. Всего их 26 тысяч. В планах властей к 2024 году избавить от угля 8200 домов. То есть почти треть. Думали ли вы, как работать с людьми, которые, ну, такие консерваторы, скажем так. Ну, не хотим мы газ, не хотим мы тратить эти 150 тысяч, привыкли к углю и будем с ним работать. В данном случае это, наверное, политика кнутая пряника. То есть можно мотивировать там путем создания каких-то, ну, преференций, да, тем, кто будет на экологическом топливе. Либо, наоборот, штрафами, либо вот и то, и то как-то вместе соединить, чтобы мотивировать, понудить бизнес, жителей домов переходить на экологическое топливо. При этом власти обещают людям льготы, а именно компенсировать расходы на переход от угля к газу. Это часть программы социальной газификации, которая стартовала в Кузбассе в 2021 году. Например, людям с невысоким доходом будут компенсировать от 50 до 90 процентов стоимости работ. А по какому идти пути, ждать более экономной подачи газа от властей или вязать свою паутину из труб, пожалуй, вопрос, как обычно, кошелька и времени. Тем не менее, город уже начал свой путь к газификации.